Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Сегодня одно из видео по запросу. Ну, как сказать, по запросу. Очень много мне прилетело вопросов, и несколько прям из них вдохновило меня на одну тему, которая, думаю, будет вам очень интересна. Как я завоевала парня. Я расскажу как раз таки, потому что девушки пишут мне, которые вопросы, им как раз примерно такой вот возраст, да, там от 14 лет где-то до 18-17. У меня все это произошло как раз в возрасте, когда мне было 16 лет. И я вам расскажу, как я завоевала своего первого парня. Если вам интересно, оставайтесь со мной. В первую очередь вопрос, который вдохновил меня на это, это когда девушка спросила меня, как вы смотрите на то, что я буду писать парню первую. Ну, что вообще девушка пишет первая парню. Это нормально или нет? Потому что мужчина обычно должен, ну, как бы проявлять инициативу, должен все делать первый. На что я сказала, что бывают разные ситуации, как бы, да, и, в общем, сейчас я вам расскажу, как это было у меня, и, в общем, как я смотрю на эту ситуацию. В 16 лет я была совсем еще ребеночка. В 16 лет у меня только все начало расти, формироваться. Я только уже стала девушкой. И мне, естественно, захотелось парня. До этого я вам скажу, в школе я всегда-всегда в школе находила объект, который мне нравился. Я писала записки, передавала через друзей и знакомых там своих, кто как знает. И типа инкогнито такое. Но мне всегда, как бы, я всегда была уверена, что даже если я не подписываю свою записку, а я прям там душу изливаю, как мне нравится человек там, да, даже если я не подписываю эту записку, я все равно уверена, что адресат, которому я отправляю, он узнает, что это я, и я уже на следующий день боялась идти в школу. Ну, почему узнают? Потому что у нас никто язык за зубами держать не может, и, конечно же, расскажут, кто передал, кто передал. Ну, вот та девочка передала, я тебе этому ее покажу. И когда я шла в школу, я уже просто краснела, когда видела этого человека. Просто даже само понимание того, что он знает, что он мне нравится, человек уже будет чувствовать какую-то скованность, какое-то смешание чувств. Уже тогда маленькая я это понимала в свои там вот 16-15 лет. Это я в школе училась. В 16 я уже серьезно занялась, то есть все это не венчалось успехом, да, то есть все это вот на уровне таком, что я боялась идти в школу, я приходила, и вот сердце мое билось, а что у парня было, я не знаю. Мы так и не общались, и в одних компаниях не были. Сейчас, конечно, я думаю, что многие из этих парней, кому, кто мне нравился, сейчас они мне уже не нравятся даже внешне, кто-то из моих друзей общается с ними, и, ну, совершенно вообще не мой формат, и я понимаю, что я для них просто богиня какая-то могла бы быть, но, к сожалению, все прошло. Это детские шалости, детские влюбленности. Итак, первого парня я нашла в училище, когда я поступила в училище. Значит, я уже сформировалась, девочка такая, да, уже решила найти себе парня настоящего, серьезного, чтобы встречаться. До этого я ни с кем не встречалась. Ну, и, как вы знаете, любовь с первого взгляда. Просто я поднимаюсь по ступенькам своего училища и вижу парня там, вот, определенного, да. Ну, и что-то вот-вот ёкнуло, видимо, да, и вот думаю, вот хорошенький. Ну, и все, как всегда, ребеночек влюбился. Что же я начала делать? Сначала я начала узнавать все про него, то есть все про этого человека. Где он живет, на кого он учится, сколько ему лет, кто его друзья, кто его родня. Я подружилась с его сестрой младшей, у него была младшая сестра. Мне было 16 лет, ему было где-то 19-20, я уже не помню. И сестра его на 2 года младше меня, ей было 14 лет. Мы с ней очень хорошо подружились, и она была за то, чтобы мы встречались вместе. Я дарила на все праздники им подарки, на Новый год, на 8 марта, я не помню, какие там праздники захватились. Но, по-моему, около трех месяцев я за ним ухаживала. То есть он уже знал обо мне, а о нем, то есть обо мне знала его сестра, которая рассказывала ему обо мне что-то так или иначе, аккуратненько, да. Рассказывала мама, говорила, что хорошая девочка, вот надо познакомиться. То есть, но он не проявлял никакой инициативы. То есть я жила как бы в их жизни, да, я присутствовала, но он ничего не передавал мне. Ну, иногда, может быть, передавал привет, да. И я его видела только вечерами, когда гуляла с его сестрой вечером под домом. Я ждала, когда он будет выходить куда-то гулять, но он был вообще такой взрослый парень, да. И вот смотрела как бы за ним, и все, и больше ничего не было. И через три месяца, когда мне надоело, то есть человек не дает отпор там, да, чтобы я не приходила, чтобы я не писала, что там и так далее. Ну, то есть он никак не проявляет себя. То есть ровным счетом ничего, и я не понимаю, что ко мне человек чувствует, не чувствует, хочет что-то, не хочет. То есть вот ровный какой-то игнор иногда передает привет. И я как ребенок такая думаю, ну ладно, сколько можно, я уже не могу терпеть. В один из вечеров я просто поджидала его под домом, он вышел. Я подошла, его звали Александр. Я подошла, говорю, Саша, это я вот та самая девочка, которая учится с тобой в училище, которая вот общается с твоей сестрой и так далее, которой ты нравишься. Он такой, ну да, я понял. Сам очень стеснительный на самом деле оказался. И я, в общем, мы прошлись, немножко так пообщались. Я говорю, давай, может, прогуляемся. Он такой, да, я не против, мы прогулялись. И в итоге я ему даже сама предложила, что говорю, давай, может быть, мы попробуем повстречаться. Потому что человек вообще никакой инициативы. И он говорит, ну я не против, давай попробуем. Вот и все, вот мы начали встречаться. Даже не помню, я даже думаю, девочки, это не три месяца. Три месяца это мы с ним встречались. Три месяца мы с ним встречались. Вот, и, ну, до того, как у нас все случилось, да, в первый раз. И в три месяца мы встречались. А до этого я полгода, может быть, даже год я за ним ухаживала. Может, даже так я вам скажу, девчонки. Долго все это было. После того, как все случилось, через буквально там недельку, наверное, две, мы расстались. То есть до этого мы встречались каждый день, прям виделись каждый день. Я к нему приходила, мы гуляли. Ну, и как-то вот все. Я думаю, причина этому, он так и не ответил. Он мне сказал там какие-то непонятные вещи. Кто-то что-то про меня сказал, да, такая, хотя я была девочкой. И была, в общем, невинной такой, да, хорошей девочкой. Он что-то, кто-то про меня плохо сказал. Не знаю, кто мог что сказать про меня плохо. Но я думаю, что просто, просто я была слишком молода, слишком неопытная. Я не знала, что делать. Я ни в чем не была. Ничего не умела, в общем. И на самом деле парням таким, да, там уже 18-19 лет, им нравятся девушки поопытнее. Чтобы они чему-то научили, чтобы они там завели, чтобы они там что-то сделали. Чтобы они чувствовали себя такими влюбленными и лежали за девушкой, да. Вот, скорее всего, вот, я думаю, что такой возраст начинающий, это было бы интереснее. Потому что они сами еще не понимают ничего в этом возрасте, парни. Поэтому девушки постарше им интереснее. Вот такая была любовь. Вот такая вот я уже охотница с самого была детства. Конечно, я переживала очень долгое время, но, слава богу, у меня появились подруги хорошие, которые говорят, ой, что ты переживаешь, какая-то глупость. Давай, давай, в общем, наряжаться и искать другого парня тебе, а ты достойна лучшего. Вот. И, конечно же, через время, когда я уже уехала в Москву, уже все поменялось. У меня уже появились, то есть, такие вот женихи, которые вообще, ну, то есть, ну, как бы хорошие такие, да, женихи. И ребята все вокруг говорили, какая красивая, какая прекрасная. То есть, у меня уже поднялась самооценка. Конечно, через какое-то время я встретилась со своим этим первым парнем. Ну, и поняла, что это, конечно, прожитый вариант. То есть, это детская любовь. Она ничего не имеет общего с какой-то осознанностью и вот что-то вот в человеке, да. То есть, он так и остался такой вот детской первой любовью, которая вот, допустим, на сегодняшний день вообще, то есть, как будто это кино какое-то было в прошлом моего. И никак он мне ничего нигде не ёкает, и ничего не хочется вернуть. И, в общем, вот такая вот история была. Ну, и в последние, в последующие дни, как бы всегда я себе выбирала жертву, которая мне нравится. Ну, вы знаете, со временем, со стечением этих всех обстоятельств, да, вот так оно все происходило, очень много мужских сердец было разбито, конечно. Потому что мне прям что-то, вот из детства, видимо, да, когда-то много невзаимной любви было, да, это в школе. Или потом вот так вот, да, человек первый поступил со мной так некрасиво, ничего не объяснив. Я, кстати, вам скажу, что очень важно, девочки, и буду это во многих видео ещё, наверное, говорить, очень важна ясность. Вы поймёте, когда однажды останетесь в неведении, почему человек вас оставил, да, или почему он не хочет с вами встречаться, или вы не понимаете, что происходит, а кто-то может вам объяснить и не объясняет. Вот, и это очень тянет за собой груз такой, знаете, из прошлого. Поэтому у меня такой принцип, я всегда даю всем ясность. То есть если я ухожу от человека, я даю понять, почему я это делаю, да. И если что-то там где-то неясно, то есть в отношениях всегда я вношу ясность, потому что я знаю, как это тяжело, жить вот в этой неясности и непонятности, что происходит. Нравишься ты, не нравишься, хотят с тобой быть, какова была причина. В общем, оставляйте всегда вашим молодым людям, или друзьям, или всем вообще ясность, как бы, что происходит, если это в ваших силах, вы понимаете, да. Ну и дальше, в последующих, конечно же, в последующей жизни получалось так, что я находила человека, который мне нравился, в общем, соблазняла, получала то, что мне нужно. И когда этот человек, то есть была у меня даже такая проблема, когда человек ко мне поворачивается, когда он меня любит, когда он ради меня готов на всё, получалось так, что мне переставало это быть интересным. Ну, то есть это весь такой период, это уже было где-то 24, это после моего замужества было уже, да, то есть вот оно вот так вот пошло. И я даже не сразу эту тенденцию замечала, мне подсказали мои друзья, посмотри, как становится, как получается. Я стала обращать на это внимание, это тоже неправильно, потому что нужно любить, ценить, когда к тебе человек поворачивается со всей душой и относится. Ну, в общем, много я в отношениях, что касается отношений, здесь уже другая стезя. Одна стезя — это завоевать кого-то, кого ты хочешь, и чтобы с тобой был мужчина, именно тот, кого ты хочешь, кого ты любишь, и кто ты считаешь тебя достоин, и который, очень важно, любит и уважает тебя. Вторая стезя — это когда вы в отношениях. Всё, есть два человека, которые любят друг друга, но всё может измениться. То есть от нашего поведения, от нашего отношения, от наших разговоров всё может измениться. Поэтому здесь такие качели, здесь такой баланс, здесь столько всего тоже нужно, и отношения — это ещё сложнее намного, чем завоевать просто парня. Это вообще только первый пункт, который самый лёгкий, мне кажется, который можно сделать. А вот уже чтобы удержать, чтобы эти отношения были страстные, красивые, счастливые, чтобы не хотелось не смотреть куда-то на сторону, чтобы всё было гармонично, и всё время были счастливы, здесь уже должна быть работа, и она зависит от двоих обязательно, никак не от одного. В общем, я расскажу вам про это ещё много. Сегодня была история про то, как я завоевала своего первого парня. Поэтому, что касается писать первое или ещё что-то, порой нужно написать первое, порой нужно заявить о себе, просто чтобы человек вас увидел, заметил, потому что у него могут быть другие, две причины может быть, да, у него могут быть другие совершенно мысли, да, и он может совершенно не думать о том, что где-то что-то встречаться, на кого-то обратить внимание посерьёзки. Второй вариант, этот человек может просто думать, что вы никогда на него не посмотрите, что тоже очень часто бывает, да, то есть слишком вы красивая для него, и большинство парней, они, конечно, стеснительные, да, так получается, даже те, которые такие красавчики и брутальные, и много-многое другое, когда начинаешь к ним, то есть они, они крутые и классные, когда вы как бы их стесняетесь, они это видят и чувствуют сразу, вы влюблены, вы стесняетесь, и он как бы король в отношении, вы не знаете, что делать, да, и этот человек чувствует просто и начинает, ну, понимает, да, всё, красавчик крутой. Но если к этому же человеку бесстрашно подойти, начинать задавать вопросы, интересоваться, явно показывать, да, ты мне нравишься, то есть показывать свою уверенность, эти же самые мальчики, эти самые красавчики, брутальчики и так далее, они сразу тушуются, они сразу не поймут, опа, девчонка у руля, как бы она тут такая, ничего не боится, нет, и они тоже пытаются как бы с вами быть наравне, но это чувствуется. В общем, всё это нужно развивать, всему это нужно время, главное направление, да, что делать, и я вам всё расскажу, всё, что будет интересно, всё расскажу пошагово, смотрите, где я отвечаю на вопросы, потому что очень много вопросов повторяется, может быть, я буду отвечать на них с разных сторон. В общем, я наговорила, что-то тема очень большая, глубокая получилась. В общем, если будут вопросы, вы мне оставляйте вопросы прямо под видео, я все их формирую и по возможности сразу выпускаю, где-то с задержкой одна-две недели, может быть. Постараюсь делать это пораньше, и, конечно, если будет очень много вопросов, я буду делать всё это чаще. Итак, с вами была Селена Сова, если моё видео было полезным, интересным, ставьте лайк, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди ждёт вас очень много интересного. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok